Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконии превозмогают меня. Ты очистишь преступление наше. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благими Дома Твоего, Святого Храма Твоего. Страшный правосудие услышь нас, Боже, Спаситель наш, убывание всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силой Своею, припоясанный могуществом, укращающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знаменист Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю, утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее, венчаешь лето от благости Твоей, и стези Твои истощают туг, истощают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Буга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, воскресают и поют. Только что нашему вниманию был предложен 64-й псалом святого царя и пророка Давида. Этот псалом, согласно одной версии, написан святым псалмопевцем специально для пения его во время праздника урожая. Согласно же другой версии, он написан Давидом уже в конце его царствования во времена благоденствия израильского народа. Мы знаем, что в древности, и особенно на Востоке, жизнь человека зависела от того, какой урожай они соберут. А урожай, в свою очередь, зависел от дождя. Именно поэтому в данном псалме есть всё. Здесь есть благодарность Богу не только за дождь, пролитый на землю, но и за тот дождь, который Бог проливает на душу человека, не давая ей закоснеть и умереть во грехе. Псалом начинается с утверждения святого пророка Давида. «Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и тебе воздастся обет в Иерусалиме». С того времени, как на горе Сион была построена царем Давидом Скиния, а после на том же месте был возвинен с Соломоном великолепный храм, у юдеев навсегда установилось твердое убеждение, что нет другого места, более приличного для поклонения Богу и для принесения Ему установленных жертв и молитвословий, как Иерусалим. Продолжая свою речь, Псаломопевец произносит удивительные по своей глубине слова «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих». В историческом отношении данное изречение должно понимать так, что завидна участь народа иудейского, избранного из всех прочих народов и усвоенного Господом самому себе. В аллегорическом же смысле по замечанию святителя Афанасия Великого предложенный стих указывает нам некий новый народ, тот народ, который Господь избрал себе из язычников и который с радостью воспримет весть о Христе Спасителе. Именно те, кто ранее был презираем иудеями, станут новым Израилем, как и Господь наш Иисус Христос предвозвещал. Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом, Царством Небесным. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И произойдет это вовсе не потому, что Бог разлюбил избранный им самим народ, а потому, что сам этот народ разлюбил Бога и отвернулся от Него. Обращаясь к Богу, святой псалмопевец отмечает, «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды». Здесь мы должны видеть, прежде всего, указания на премудрый промысел Божий, являющий нам то, насколько печется Господь о своем творении. Святитель Иоанн Златулуст утверждает, «Ни земля, ни воздух, ни солнечный луч, ни что-нибудь другое произращают плоды, но все только от Бога». Впрочем, под иссушенной землей можно видеть также и символическое изображение души человека, удаленного от общения с Богом. Человек – точно такое же творение Божие, как и все то, что мы видим вокруг. И он точно так же нуждается, хоть иногда этого и не понимает, в помощи и заботе Божией. Без Бога ничто, в том числе и человек, не может существовать, ведь Бог – это единственный источник, жизни и бытия тварей. И тот, кто это осознал, подлинно самый счастливый человек в мире. Помню об этом, будем непрестанно славить Бога за все те благодеяния, которые Он милостивно оказывает нам. Ведь без Бога мы не сможем жить на этой земле, ни тем более в Царстве вечного блаженства во Христе Иисусе Господе нашим, Которому слава и поклонение во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok